Ворвалась группа из 30 человек, неопознанных, многие из них с бородой, с таким грозным видом. Приехали на 5-6 на дерзких машинах, ну на блатных машинах. Некоторые на Геленваген, некоторые на Мерс, Майбах там. Ну они всё ломали там, двери ломали. Отняли телефон, я не хотела давать, и они ударили меня по лицу. Группа теперь уже бывших сотрудников описывает силовой захват, от которому подвергся старейший конно-спортивный клуб столицы Сока-Рос в Сокольниках. У нас проводится порядка 50 турниров ежегодно. У нас работает детская и юношеская спортивная школа «Юность Москвы». Там бесплатно занимается около 100 детей. По моему мнению, это похоже на захват рыдорский. Я лично не видел ни одного документа. Ко мне подошли люди спортивного вида, в несенсорной форме, в грубой, с угрозами. Мы предложили покинуть территорию моей базы. Неопознанный ЧОП предположительно исполняет приказы руководства Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», в чём видний клуб формально находился на протяжении последних лет. На фронтоне Манежа всё ещё можно различить буквы. Центрально-конно-спортивный комплекс ДСО «Урожай». Добровольно-спортивное общество «Урожай» когда-то объединяло более полумиллиона советских спортсменов, среди которых сотни мастеров спорта международного класса, десятки олимпийских чемпионов. Увы, всё это в прошлом. Изнанный гендиректор Александр Бочкарёв, руководивший Сокоросом с 1988 года, утверждает, к 2015 году его фирма полностью выкупила землю и здание клуба. Вы сейчас можете назвать общий объём сумм, которые заплачены за этот объект в обществу России? Один миллиард восемьдесят девять миллионов. Однако в спортивном обществе профсоюзов получение денег отрицают. Суды идут уже несколько лет. Нынешнее обострение грозит поставить крест на программах помощи больным детям. Мы занимаемся детьми-инвалидами, собственно, на лошади, которую нам предоставляют. Там какая-то деятельность осуществляется или они препятствуют этому? Деятельность там осуществляется, но никаких, ещё раз говорю, никаких проустановленных документов они не показали. Неизвестна судьба и восьмидесяти двух спортивных лошадей клуба. Ухаживавших за ними конюхов выставили за ворота. Получить комментарии от общества России нам не удалось. У нас интересует офис структура спортивного общества по Союзу России. Здесь такого нет. Является ли это или не являетесь? Да, ну, на металле, что вы. Значит, никого нет. Останется ли в Сокольниках конно-спортивный клуб или на лакомый кусок земли кто-то уже положил глаз и строит совсем другие коммерческие планы? Теперь большой вопрос. Александр Капин.